Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. После завтра праздник Благовещения Престой Богородицы и сегодня в нашей передаче мы решили поговорить о ней, кто она для нас, для православных христиан. Ну, так как праздник этот не первый год празднуется и мы так или иначе о Богородице уже говорили, сегодня мы решили подойти к ее персоне через прообразы и пророчества о ней Ветхого Завета. А говорить будем с ректором Самарской Духовной Семинарии, с отцом Максимом Кокаревым. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Отец Максим, ну, понятно, что в любом случае мы много разговоров посвящали Богородице. Но мы знаем также тот момент, что, например, для братьев наших протестантов ее личность важна, но не до такой степени, как она важна для православных христиан. То есть, условно говоря, молиться к ней, просить ее ходатайственных молитв братья-протестанты не очень любят. Вот. И в целом для них, для большинства из тех, кто готов даже перейти в православие, ее персона становится камнем преткновения. То есть, то ее почитание в православной церкви, которое есть и присутствует. Особенно, конечно, смущают, например, такие моменты, когда мы обращаемся к Богородице с призывом «Спаси нас!» и так далее. Поэтому, мне кажется, очень важно с точки зрения Писания рассказать нашим сегодня телезрителям, тем, кто нас будет смотреть, кто же она такая и почему, собственно, ей воздается такая честь. Давайте начнем с главного. Пророчество и прообразы – это все-таки разные вещи. Чем они друг от друга отличаются? И, может быть, последовательно тогда уже сразу и перейдем к тем и к другим. Ну, я предлагаю начать немножко, так сказать, еще раньше. Вот. Просто два слова сказать о специфике нашего почитания Богородица. Потому что вы правильно сказали про протестантскую точку зрения. Есть у нас еще католическая версия почитания Божьей Матери. Очень специфическая и сильного почитания. Но не во всем совпадающего с православной действительно концепцией. Вот. И при похожести очень большой, да, то есть мы сейчас пока протестантов не трогаем, там, да, там вообще отношение к святым, да, они не только к ней не молятся, но и никому, собственно говоря. Вот. А если говорим о католиках, то там вроде бы похоже очень. То есть они почитают, у них там, да, целый вот, да, культ Девы Марии. Но нюанс, который мало замечаем, но он все-таки есть. Мы ее прославляем в первую очередь, ну, едва ли не исключительно, именно как Богородицу. И все, что мы говорим о ней, вся наша любовь к ней, все почитание, оно, в принципе, вокруг вот ее главного дела. Не столько вокруг даже не ее самой, просто вот как личности отделенной, да, мы не можем себе представить это почитание, да, вот отделенным от ее того дела, главного, которому Господь ее призвал. Причем, опять же, если вспомнить историю, историю не история, который как раз попытался отделить ее, вот эту вот функцию, то есть он же ее и сразу автоматически не изложил, назвав человека Родицей, тогда она, в общем-то, ничего существенно важного не сделала. Ну, да, ну, это такой, может быть, скорее быть, представительский вариант. Католики, понятно, что они прекрасно понимают и помнят, да, о том, главное, что она сделала, но там, там, в текстах, и вот есть нюанс, который только при усиленном погружении, там, виден, что вот тут воспевается она сама, ее чистота, ее святость, то есть ее личностные качества, и которые привели потом вот и к идее, да, ее непорочное зачатие. То есть там сложное, не очень нужное, да, потому что цепочка тогда должна продлеваться, вот, вывести, то есть там задача в 19 веке вызвала, вот, вывести ее из действия природного греха, если мы говорим, что она-то как раз во всем абсолютно подобна нам, да, включая и вот последствия природного греха, то там вот надо было, значит, как-то вот ее вот вывести, да, вот. Вот, и поэтому это вот то, что является католическая версия, это вот прямо вот в чистом виде такая мариология, то есть, почитание ее как Мари, как Деву Мари, а тогда, как принято говорить восточной версии, скорее, теотокология, то есть, для наших зрителей опьясню, теотокос это богородица по-гречески, то есть мы ее прославляем не просто как Деву Мари, то есть нюанс очень тонкий, но он есть. мариология и театрология. Поэтому все, соответственно, прообразы, пророчества, они все, ну, то есть, они не будут направлены на то, на какие-то личные качества. То есть, в принципе, это все прообразы, так или иначе, связанные с ее делом. Причем, ну, с ее главным тем служением, которое она понесла, да, с рождением Бога Младенца. Если говорить о прообразах и пророчествах, то, конечно, разница есть, хотя это близкие достаточно вещи. То есть, пророчества, это какие-то прямые, более или менее, ну, насколько прямыми могут быть пророчества, это вопрос тоже их толкования и экзогеза, но это некие, ну, назовем это, предсказаниями, да, то есть, они долженствующие исполнятся в будущем. В принципе, можно, там, есть даже такие таблицы, да, когда там пророчество исполнения, там, Ветхом Завете, Новый Завет, да, то есть, он как-то... А прообразы, это еще более тонкие, то есть, пророчество как-то более-менее что-то говорит, конкретно о том, что должно там случиться. Прообразы, это некий такой момент в рамках, на том, что называется типологическое толкование, вот у нас есть там много разных вариантов толкования, описания, понимания. Несколько там буквально, там, не буквально, там, аллегорически. Вот есть очень распространенные, восточные, по крайней мере, церкви, особенно, так называемые типологические толкования, когда события Ветхого Завета, то есть, они напрямую там нет пророчества, будет так, или будет такая-то, которая там, да, то есть, или что-то еще, вот, а просто что-то описываясь, какие-то реалии Ветхого Завета, вот. И мы, читая их, вот, через призву Нового, как мы, в общем, христиане, только так мы Ветхие Заветы постигаем, потому что в отрыве его крайне сложно, вот, понимать, и это главное правило христианской экзегезы, читать Ветхий Завет через призву Нового. И мы, читая так, мы, вот, видим одно, с одной стороны, в общем-то, вполне какую-то такую реалию, вполне себе, и саму по себе понятную, вот, в парадигме Ветхого Завета, да, то есть, но мы в этом видим что-то еще. Это не отменяет того, что вот этот некий, допустим, даже предмет некий, а вполне иногда бытовой, то есть, там, сейчас мы дойдем, там же, если от совершенно, ну, таких простых, в общем-то, ну, даже, ну, не бытовых, а, ну, каких-то богослужебных принадлежностей Ветхого Завета, которые, согласно практически всей христианской традиции, там не так много, может быть, отцов, которые об этом писали, но они все говорят об этом, как о неком прообразии бога, хотя это вполне себе, вот, то, что является тем, чем оно является, с точки зрения Ветхого Завета, и надо умудриться еще видеть здесь, то есть, они менее, конечно, очевидные, то есть, некоторые вещи, ты читаешь, например, видятся как пророчества, и там они достаточно легко прочитываются, прочитываются, вопрос там в их исполнении, а это, ну, вот, есть и есть что-то, какие-то реалии Ветхого Завета, которые, вот, мы при приложении типологического способа толкования, объяснения, да, то есть, типа, типос, да, типос, это вот некий образ такой, прообраз, прототипос, в данном случае, мы видим, и христианский автор говорит, о, это же про Богородицу, причем человеку, у которого вот в этой парадигме не существует, увидеть там прообраз Богородицу крайне сложно, то есть, он совершенно искренне и удивленно спросят, что, там, почему, как, и поэтому, да, это требует какого-то объяснения, почему вот, почему мы это видим, хотя это, может быть, не всегда очевидно. Ну, вот, мне кажется, абстрактно, теоретически мы уже, да, поговорили, да, может быть, предметно, конкретными примерами расцветим. Да, ну, если говорить о пророчествах, то вообще, вот, тема, просто когда мы открываем Священное Писание, тема пророчеств, касающихся Богородицы, она начинается буквально с самого начала, то есть, самым первым считается, это знаменитая, это, получается, третья, по-моему, глава книги Бытия, да, когда после грехопадения человеческого люди получают определенное воздаяние, и, там, Господь говорит, вот, мужчине, говорит, будешь, там, в поте лица, да, тебе будет, земля будет расти, всякие колючки и прочие разные неприятные вещи, жене говорит о том, что, вот, будешь в болезнях рожать и будешь подчинена мужу, кстати, мы тоже не всегда помним, что, в общем-то, это следствие грехопадения, какое-то нарушение гармонии, иерархичность появившаяся, да, и будет к мужу сердце твое тяготеть и так далее, вот, а Христос, как известно, пришел у Станисия, значит, последствия грехопадения, а змею тоже, соответственно, там тоже своя, значит, свое высказывание обращено, и в конце этого высказывания стоит фраза тоже удивительная, что будет вражда между тобой и семенем твоим, между тобой и женою, и семенем твоим, и семенем жены, то есть, это вообще фраза не очень свойственная, то есть, особенно в контексте Ветхого Завета, особенно его начало, там, патриархальное, когда, вот, мы видим, что все воспроизведение рода человеческого, ну, приводится по мужской линии, то есть, да, там, Авраам родился Ака, да, и так далее, родословие, и поэтому понятно, что, то есть, семя восстанавливается, там, мужчина, когда нужно восстановить семя брата, там, брат умер, не оставит детей, человек берет его жену, чтобы восстановить семя брата, то есть, вообще, это нормально, когда речь идет о семени мужчины, и вот семя жены, это, конечно, фраза, одна из первых таких фраз, которые, ну, они достаточно очевидно прочитываются как правительство о таком необычном приходе мессии в этот мир, потому что вот его, мы знаем, его появление, оно без участия, ну, так, земного мужа, да, то есть это в каком-то смысле семьи жены, это парадоксальное такое несколько сочетаний, оно считается... Может быть, для тех, кто читает Толкина, вспоминает сразу Назгула, который говорит, мне невозможно убить земному мужу, да, и Эвелин снимает... Я не муж. Я не муж. Вот, и то есть это, наверное, такое первое, ну, понятно, что всегда, когда мы говорим о Писании, мы что-то читаем уже, мы, в смысле, церковь, 2000 лет читаем, да, и, конечно, это опыт, который уже сложился. То есть, понятно, что человек, если, так сказать, он несколько в отрыве от традиций, сам попытается, может придумать какие-то объяснения, там, странному словосочетанию сам, и сколько угодно фантастически, но, в общем-то, мы всегда говорим о том, что церковный опыт игнорировать совсем, вот, значит, 2000 лет читали неправильно, но все практически 2000 лет это место принимается как вполне себе пророческое. И с другими пророчествами и прообразами примерно так же, потому что это опыт, ну, то есть, одни из самых ранних и в большом количестве, то есть, когда мы смотрим, откуда у нас, где берутся такие прообразы, даже тексты должны быть. То есть, если мы должны, у нас должно быть подтверждение, что люди церкви так понимали. В некоторых песнопениях, в некоторых, может быть, не самых известных, богородица называется, обращаясь к ней, там, церковь поет радуйся, клеще золотая, значит, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, речь идет о клещах, изведения пророка Исаии, которыми, значит, пророку подается к его устам вот этот знаменитый горячий уголь, да, то есть, вот как у Александра Сергеевича, и он к устам моим при них и вырвал гречный мой язык, а потом туда вместо, значит, вот. То есть, ну, как бы, ну, клещи-то клещи, то есть, клещи у вас богородица, это, конечно, так, интересная смелая мысль, но речь идет о том, что ведь под этим углем очень часто понимается Христос, который входит в человек, вот, каждый, кто готовился к причастию, уже не удивится этому сравнению, потому что в нашем праве к причастию, в молитвах и в канонах, которые там есть, Христос сравнивает его тело, сравнивается с этим углем. То есть, мы его приобщаемся, мы его вкушаем и молимся о том, чтобы все получилось так, как должно. А должно быть так, чтобы этот уголь попалил наши грехи, но не попалил нас. То есть, может, вместе с нами для этого существует покаяние, чтобы мы не срастались со своим грехом, а то ведь может сжечь все. Поэтому и каким-то образом этот уголь, небесный уголь, невещественный уголь, он вообще людям подается человечеству. Богородица, соприкасаясь с ним, она это выдерживает, это соприкосновение малой и такой слабой человеческой природы, вмещающей в себя божество. Поэтому таких образов, как раз вот таких, связанных с вместилищем и вместимым, очень много. Ну, например, еще из этой серии многие вещи, связанные с Иерусалимским храмом, ну, радость и стамна все злотая. Стамна это сосуд с манной. Манна это то, чем питались иудеи в пустыне. Да, это некий такой, ну, понятно, что это не хлеб, ну, там сейчас отдельная история, что это, но просто это пища, то, что спасало их от смерти. То есть мы прекрасно знаем, что Христос не только уголь опаляющий, да, и тело его, Христос очень часто называется манной небесной, хлебом жизни. Даже вот каждую литургию мы в самом начале, когда Пасхамидию совершаем, там, Боже, Боже, наш небесный хлеб, да, то есть молитва начинается словами. То есть Христос небесный хлеб, и это манна, это его прообраз, это очень устойчивое, очень устойчивое право. Соответственно, сосуд, в который эта манна вмещается, это в определенном смысле, да, прообраз богаровец. Понятно, что вот просто мы убираем Новый Завет и видим только ветхие, у нас ни такие мысли в голову в принципе не придут, это надо действительно только вот сначала уже знать хорошо Новый Завет и понимать причем логику и богословие. И тогда такой обыск может возникнуть. Или в еще более широком, то есть от малого к большому, то есть это сосуд с манной, он находился в Ковчеге Завета. В Ковчеге Завета это много всяких, так сказать, святынь, и вот, и в целом богаровец еще чаще, чем стамный, вот этот вот манн, называется Ковчегом, там, Кивотом Позлощенным, Кивот это вот Ковчег, потому что вот в ней вот в еще большем смысле, да, все вот эти святыни Ветхого Завета находятся, там кроме манны еще Жезла, Ларунов. Теперь вот будет понятно нашим телезрителям, когда они будут приходить на богородничные праздники в храм, будет понятно, почему читается апостольское послание, посвященное Скинии, первая там завеса, вторая. И, собственно, богородица и сама Скиния, потому что Скиния в Ветхом Завете, это вот палатка, храм вот этот, который был вместилищем Бога. Причем, мы сейчас говорим, там, храм это место особого присутствия Божьего, мы там, надо понимать, что мы в это вкладываем, потому что здесь надо быть все-таки аккуратнее, потому что Бога не может быть где-то больше, где-то меньше, это, когда это принимается совсем буквально, это несколько странно. Мы вот общаемся, в том числе, с нашими, у нас есть курсы для православных экскурсоводов, повышение квалификации для экскурсоводов, люди очень вдохновенные, они, как раз, кстати, немножко решат, они приводят паломническую группу, начинают рассказывать о храме с того, что храм вместо особого присутствия Божьего, что вот здесь какая-то концентрация, вероятно, так понимаю. Благодаря. Но поскольку никакого харизмометра не изобрели, чтобы можно было замерить, там, вот здесь вот, значит, в районе алтаря здесь вот так, притворе вот так, а на улице вообще все плохо. То есть такой нету, да? И приходится объяснять, что, ну, говорить так, наверное, можно, но Господь одинаково присутствует, ну, просто везде своим божественным энергиям, так пронизывает наш мир, что, может быть, храм это место так устроено, что там сердце человека открывается немножко по-другому, а Господь везде, везде. Место особого прочувствования присутствия Божьего. Да, да, это то же самое касается намоленных икон. Ну, не больше в неблагодати, чем в напечатанной в Софриной иконе. Вот, поэтому, опять-таки, мы вот это, как в Кензадзе, вот этот оранжевый-зеленый лампчик, когда у нас нет такого прибора, там, раз, икона, о, намоленная икона, старая хорошая такая, значит, там, перед ней молилась там 10 поколений, а это напечатали вчера в Софрину, да, и перед ней никто пока еще вообще не молился, но она освящена, это правильная икона, и, значит, там, не знаю, благодати возле нее меньше. Нет, то есть это, но когда икона действительно вот, ну, какой-то с историей, с вот этой самой, ну, мы назовем ее намоленной, да, то есть ты на нее смотришь, наверное, сердце твое может открываться по-другому, то есть это вопрос, может быть, не присутствует. Когда ты умеешь ее прочитать, ну, то есть ты с ней общаешься именно как с неким артефактом, да, то есть ты понимаешь, что перед этой иконой, например, молилось не одно поколение, что через молитву этой иконе происходили, опять же, через молитву, какие-то чудеса, встречи с Богом, там, и так далее, ну, да. Да, вот мы приезжаем, да, в Ташлу, там же просто, уже достаточно, там, известно, там столько реальных историй совершенно, вообще, это икон. Ты понимаешь, что эта икона явилась в особый момент, это такая поддержка, она за несколько дней до революции, октябрьская, это вообще своя какая-то история, при этом это не значит, что там, ну, вот в прямом смысле благодати больше, потому что благодать, это не тварная божественная энергия, она вот, собственно, везде. Ну, мы от Богородицы ушли про Скиния. Да, и вот, соответственно, ну, вот в Ветхом Завете, в большем смысле, когда иудеи говорили, что храм может быть только один, потому что Бог один, он именно поэтому один, вот Бог не может одинаково присутствовать везде, поэтому Скиния – это образ вместилища Бога, потому что, вот, особенно ее святая святых, вот, Кадошка Дашима, вот, то есть это, поэтому совершенно верно, когда люди приходят, и в Богородичные дни, и там постоянно упор, постоянно что-то в Скинии какая-то вспоминается, да, то есть Скиния, Ветхозаветная церковь, это тоже про образ Богородицы один из самых, и там, в принципе, не только она сама, а много из ее содержимых, там, как, так сказать, Скиния, в Скинии ковчег, в ковчеге, значит, сосуд с манной, и вот все эти образы, как бы, вмещающие невместимы, потому что вообще-то Бога вместить нельзя так хорошо, понимаем, что это происходит благодаря тому, что Бог сам так решает, что он может войти в эту утробу и умалиться, это кенезис, собственно говоря, вот, по идее, конечно, человек не может вместить Бога, если мы так же сопоставляем человеческую природу и божественную, поэтому из этой же серии, условно говоря, вместилище, если просто от Скинии все напоминает, Богородицы там сидит очень много, целый пласт, пласт символики связанной со Скинии, это отдельная история, с этим мы закончили, ну, например, это не значит, что с этим заканчивается тема вместилища, ну, например, в Ковчег, в некоторых песнопениях Богородицы сравниваются с Ноевым ковчегом, причем Христос очень очевидно сравнивается с Ноем, как ни стало, мы привыкли, что он Ной в Адам, он еще и Новый Ной, это действительно так, это реже в песнопениях встречается, но оно есть, потому что Ной это тоже родоначальник человечества, но мы помним, что, да, Адам вообще, да, родоначальник, почему Христос-то, Новый Адам, потому что Новое Человечество начинается, но вот, строго говоря, то человечество началось с Адама, почти все было уничтожено, и Новое Человечество, продолжаем, которое мы уже все являемся, согласно библейской историософии, это все-таки от Ноя и его детей, то есть, в принципе, Ной это такой, тоже, да, в нем приходят обновления, И Христос, новый Ной, и он вмещается, вот он в этом ковчеге, ковчег Ноев, это тоже Богородица. У нас не очень много времени, хотелось бы вот, то есть, что могут возразить, условно, представим себе, что сидит, например, некий брат протестанта, он может сказать, то есть, любой прообраз расцветает и вообще, в принципе, появляется в устах интерпретатора. То есть, условно говоря, мы можем прочитать этот прообраз как прообраз, а можем не прочитать. Есть вещь более безусловная для, опять же, наших протестантов, которые руководствуются принципом соло-скриптура, только Писание, это пророчество. Вот о пророчествах мы начали как-то, но соскочили немножко, да, вот с книги Бытия. Вот еще какие фундаментальные вещи, которые писались пророками Ветхого Завета, сбылись на Богородице? Ну, опять, надо понимать, что даже пророчества, они, конечно, это не то, что прообраз, где действительно надо иметь очень сильную, да, то есть, может быть, какую-то... Интенцию, желание, вот, стремление доказать. Увидеть в этих клещах, да. Вот. А если говоря о пророчествах, то там все равно, конечно, они же не... Это же не такие прямые предсказания, как себе, представляя себе Ветхозаветных пророков, современных экстрасенсов, которые выдают там, да, лечат по фотографии. Нет, конечно, пророчества, они тоже, там язык такой, что он тоже допускает какие-то. То есть, если нет интенции, мы можем этому брату ничего никогда не объяснить, естественно. Но есть какие-то вещи, которые, ну, вот, начиная от «Все девы примет, значит, Исаия», да, и так далее, вот, до вещей, которые, вот, если они там, ну, один из самых главных наших с ним не согласен, это вот ее приснодевство, да, там, до, после. Но есть очень некоторый интересный момент, который, ну, их можно прочитать по-другому, но уже сложнее. Ну, например, Даниил, да, то, что, значит, допустим, то, что камень нерукосечный, да, вот, без, без участия, так сказать, совсем, да. То есть, камень Христос, это очевидно совершенно, он сам о себе говорит, что он камень. И Даниил видит камень, который без помощи человеческих рук, там, безмужнее такое рождение, отрывается, сметает вот эти все языческие, ну, и на нем уже новые устанавливается царство, которое у него будет конца. Это непроходимые двери Эзекииля, да, это пророчество Эзекииля, где царь, то есть, там тоже, это очевидно, прочитывается, как мессианское пророчество. Оно, в принципе, прочитывается, как мессианское, в принципе, даже иудеями в Ветхом Завете. Я просто сейчас не очень готов вспомнить, как они трактовали то, что ворота так и остались закрытыми. То есть, это тоже можно как-то по-другому. Ну, то есть, опять-таки, вся православная мысль, понимаете, это удивительное прохождение царя. То есть, вот он проходит, вот, опять-таки, у Андрея, по-моему, Критского это есть, и у Боли, у Анда Маскина это есть. Анда Маскин говорит, в слове, по-моему, как связанном с Рождеством Богородицы, сегодня рождаются те врата, которые, значит, обращены на восток, и, войдя которыми, царь не нарушит их целостность, они так и останутся закрытыми. То есть, есть какие-то вещи, которые, вот, а что касается ее прославления, нужно ли вот прославлять? То есть, мы же не просто знаем, что она есть, они все-таки относятся, ну, скажем так, с уважением, как одному из не самых последних персонажей в ангельской истории, но вот именно почитать и молиться, да, она говорит сама, отныне ублажат меня все Рожде, да, то есть, это вот ее, вообще-то ее встреча с Елизаветой, да, она исполнена, в том числе, чувством собственного достоинства, не гордыней, а вот, ну, так и есть, да, она не себе это приписывает, там, помните, она восхваляет как раз того, кто ей все это дал, это дар великий, она говорит, отныне будут блажить меня, то есть, молиться, да, прославлять, по сути. А вот можно один уточняющий его походу, когда уж возникла эта евангельская история. Говорят, что вот известный наш богослужебный гимн «Честнейшую Херувим», который мы поем за каждой все ночные, это не то, что вышло из Евангелия, это то, что как раз в качестве древнего гимна, который пели христиане, вошло в Евангелие, то есть, как песня Богородица, действительно так или нет? То есть, там как бы идет прозаический текст «Встреча Елизаветы и Марии», идет в себе вполне нормальный такой прозаический диалог, и вдруг вот это вот вкрапление богородичного ответа, которое именно больше напоминает как нечто поэтическое некий... Это совершенно точный гимн, но я не думаю, что это вошло. Мне кажется, это совершенно нормальная история для текста, это не единственная история, то есть, вообще, для Писания очень характерно, так как в моменты наибольшего духовного подъема переходить с проза на... Как только отрезается уста у Захарии отца Иоанна Претечи, он выдает гимн, потому что это гимн, совершенно точный гимн, Богородица гимн, Моисей переприходит. Это все, это так называемые библейские песни. В принципе, она мало чем выделяется, их там много, их там более десятка. Это если не читать псалмов, которые все гимны. То есть, ну, просто псалмы – это гимны, выбранные в отдельный сборник, а помимо них еще гимнов вот как минимум там 12, да, по-моему. Это песня Деворы, это из Нового Завета, вот две основные – это песня Захарии и песня Богородица. Ну, старт Симеона, наверное, на ней отпущаешь. Ну, а она там, вот насколько она, прям вот гимн, или это просто такая вот, ну, как молитва впрочем? Ну, то есть, ну, да, ее и пишут, молитва, гимн, да, еще вот тоже. И, скорее, мне кажется, скорее-то христиане очень рано начали использовать. У нас из этого рождается то, что мы называем каноном, да, вот девятипесня, нам по к нему кто присоединяет тропари. Ну, например, самый древний вариант канона, который существует, если вот археа, как бы, да, литургика не нашла более известных, каких-то более древних памятников, это V век. V век – это один буквально там папирусный лист, папирус из библиотеки Джона Райланда, номер, я не помню, папирус. Там двупеснец, самые древние известные двупеснец. Первый на основе песни трех отраков из книги «Переку Даниилу», второй на основе песни «Богородица», не Захарий даже. Ну, я прошу прощения, я это немножко в другую сторону увел. И этот образ вообще, то есть там же, помните, там есть еще более тонкая грань, я вот только недавно где-то читал, мне попалось. Когда они встречаются с Елизаветой, первым сигналом для Елизаветы было то, что младенец в ее веке взыграл, да, то есть как кто-то еще взыграл, достаточно активная история. И древние византийские отракователи видели в этом, как бы, ну, прообразом этого видели пляску Давида перед ковчегом Завета. Ну, если Богородица ковчег, а в этот момент в Богородице внутри уже он, это же после Благовещения происходит, это происходит после Благовещения, и младенец не удерживаясь, как Давид, он же тоже у него специально это делал, он просто был охвачен духом, и он ликовал. И шестимесячный младенец в утробе Елизаветы, когда к нему приходит этот ковчег, то есть я тоже прочитал, ситуация-то похожая. То есть это делает тот, кто чище всего, тот не Елизавета взыграла, а младенец, который почувствовал даже острее, она сначала от него потом почувствовала, да, все приедем, мать и Господа моего, ко мне, она сказала, когда уже почувствовал, что ее шестимесячный младенец в утробе подобно Давида ликует. Ой, отец Максим, с вами, как всегда, очень жалко, когда заканчивается время эфира, но оно сегодня заканчивается, и мы встретимся с вами в следующий понедельник. За сегодняшнюю беседу, очень содержательную и с большим объемом информации я сердечно вас благодарю. Ну и поздравляю с наступающим праздником Благовещения и вас, и наших дорогих телезрителей, подытоживая, ну хотя бы просто какой-нибудь реверанс в сторону самого праздника Благовещения, хочется сказать, что просто, как у нас другой наш гость, отец Сергий Кридич любит говорить, покатайте эту мысль в голове, 16-летняя девушка, вот выйдите на улицу, скольких вы 16-летних юнцов, юношей и девиц встретите, 16-летняя девушка говорит «да». И это тот самый момент, когда от ее «да» зависит максимально все. Если бы она сказала «нет», история бы пошла совершенно иным путем. Вот то, что мы празднуем в празднике Благовещения. С праздником вас! Храни всех вас Господь!